Вопрос питания в школьных столовых мэр Вологды Сергей Варапанов обсудил вместе с учениками 8-11 классов школы номер 11 на классной встрече. В последнее время очень много уделяется внимания школьному питанию. Как вы думаете, что еще необходимо сделать, чтобы приблизить школьное питание к ресторанному уровню? Последние годы вопрос школьного питания находится на особом контроле. За три года в Вологде были проведены работы по модернизации пищеблоков в десяти школах. Второй сезон работает совет детских школьных директоров, где сами ученики занимаются контролем качества школьного питания и предлагают корректировки школьного меню. Мнение детей учитывалось при включении в меню столовых десяти новых блюд. Иногда уровень оборудования в наших школьных столовых на порядок выше даже оборудования, которое в некоторых ресторанах нашего города. Отметили ученики школы номер 11 и экологическое развитие города, совершенствование экологичного общественного транспорта и озеленение Вологды. Одним из пунктов, которые вы хотели развить, это экологичный транспорт. Можете пояснить? Мы запустили такой проект, как развитие электрического транспорта в нашем городе. Сейчас могу вам уже похвастаться, количество электрических заправок и электрических автомобилей в нашем городе больше, чем даже в Москве, на лучшем населении. Также на средства инфраструктурного кредита, полученного при поддержке губернатора, город закупил 18 новых автобусов на газомоторном топливе. А в течение года бизнес, общественники и жители областной столицы высадили более 2,5 тысяч деревьев. Все перечисленное является частью стратегии Эковологда, цель которой сделать город самым экологичным в России к 2030 году. В целом сейчас одна из таких самых важных тем, поскольку она затрагивает будущее всего человечества, поэтому это очень важная тема. Формат классных встреч позволяет молодежи Вологды задать интересующие их вопросы представителям власти в неформальной обстановке. Ранее в этом году подобные встречи прошли во время выборов председателя школьного ученического самоуправления и школе номер 3. Было уже порядка 30 встреч, и чем эти встречи хороши, потому что у ребят, у школьников появляется возможность задать свои вопросы, какие-то проблемные моменты представителям органов власти. Мы стараемся сделать так, чтобы молодежь чувствовала себя в нашем городе комфортно, чтобы они чувствовали себя востребованными, нужными, чтобы они видели, где можно учиться, развиваться и работать. Добавим. Классные встречи – это проект российского движения школьников, стартовавший в сентябре 2017 года при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи, Росдетцентра и Министерства культуры. Дмитрий Калининский, Михаил Протасов, Вологдарев.